Андрей Цыпленко, украинский журналист, военный обозреватель, блогер, писатель. Он у нас в эфире. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. С Новым годом. Да, с Новым годом вас. И сразу к вам вопрос. Что смотрели в новогоднюю ночь? Ну, я не знаю, что смотрели в новогоднюю ночь. Я в новогоднюю ночь был с одним из наших подразделений, и подразделений пограничников, которые ведут оборону в городе Бахмут и в городе Солидар. Мы смотрели друг другу в глаза и смотрели в глаза врагу. Со мной было четыре генерала, я, вернее, был с четырьмя украинскими генералами, которые приехали для того, чтобы встретить этот Новый год со своими солдатами. Вот так мы его и встретили. Ну, это очень, мне кажется, правильная встреча Нового года. Во всяком случае, я в этом году вот даже не заходил смотреть классические российские фильмы, в том числе обращение российского президента. А вот обращение Владимира Зеленского меня потрясло. Какая реакция на это обращение? Скажем так, я поясню, что дело не в том, что президент выступил и какой-то набрал очки. Он рассказал о прошедшем годе. И вот это вот отстранение о том, что сделала Украина. Украина была героем этого ролика. Какие впечатления ваши? Вы знаете, мы посмотрели уже после встречи Нового года, на обращение президента, смотрели его записи. И поверьте, что у очень суровых мужчин, которые видели многое, видели много боли, и которые на этой войне с 2014 года, потому что это большая война продолжения, вот той, которая началась в 2014-м. У многих людей были слезы на глазах. Признаюсь, у меня тоже. Я вот это настолько было, конечно, вовремя, правильно. Продолжайте, извините. Знаете, в этом обращении самое главное, это даже не перечень того, через что прошла Украина, а посыл о том, что несмотря на все то, через что мы прошли, мы победим. Мы победим в этом 2023 году, и мы останемся людьми. В отличие от нашего противника, который постоянно показывает свою, ну, просто бесчеловечную сущность. Андрей, вот те новогодние атаки дронов. Говорят, что Владимир Путин лично из бункера командовал, они были очень хаотичными, как-то непродунными. Но вот на взгляд ваших коллег и того, кого вы спрашивали по этому, вот что это была за атака? Это была истерика? Это была попытка сорвать хоть что-то? Какой-то новогодний праздник или что-то? Ну, вы знаете, мы тут привыкли, потому что каждый праздник, не только Новый год, каждый праздник вот в течение этого года сопровождается массированными ударами. Понимаете, мы не были в Киеве, мы были в Бахмуте и в Солидаре. Там обстрелы постоянные, как вы понимаете. Там вываливают за день столько, такое количество снарядов, россияне, которое можно сравнить, но, наверное, с количеством снарядов, которые промышленность Соединенных Штатов, может быть, выпускает за неделю. То есть это действительно тысячи снарядов в день. Поэтому сказать, что происходило в Киеве, я не могу с большой степенью вероятности, просто не знаю. Единственное, что, на мой взгляд, они просто пытаются, знаете, заполнить паузу между большими ракетными обстрелами. Они пытаются заполнить эту паузу вот атаками дронов, которые, к сожалению, все на 100% на данный момент мы сбить не можем. Но я думаю, что в ближайшее время будет найдено противоядие и против этих иранских дронов. Над этим работают, над этим работают украинские военные, над этим работают пограничные службы с будущим. Многие военные структуры, которые уже имеют определенное понимание, как противодействовать этой угрозе. Могли бы вы немножечко рассказать, что происходит в Бахмут в последний день? Говорят о том, что россияне начинают истощаться в своих атаках. Вы знаете, мы были в Бахмуте и в Солидарии. Это, по сути, города-спутники. Один от другого находится на расстоянии примерно 10 километров. Мы были, вот в тот момент, когда мы приехали, буквально в тот самый момент, украинские пограничники, которые там на некоторых участках держат оборону, они взяли двух вагнеровцев в плен. Мы с ними пообщались. И вот интересная, я бы сказал, интересная смена тактики произошла. Россияне сейчас отправляют просто пачками этих людей, разделив их на небольшие штурмовые группы до 10-15 человек, и отправляют волнами, то есть волна за волной. Одна штурмовая волна еще не закончила свои действия, ну, чем бы они ни закончились, сразу же идет вторая, третья. То есть они пытаются количеством вот этого пушечного мяса забросать украинские подразделения, которые держат оборону, попытаться закрепиться, и вот эти вот первые волны этих людей идут. Плохо вооруженные, плохо подготовленные, слабо мотивированные. Они пытаются зацепиться за какой-то участок, и дальше на этот участок приходят более подготовленные, профессиональные россияне, российские военные. Ну, даже не военные, а скорее вагнеровцы, потому что на тех участках, где мы были, против украинцев воюют наемники. Интересный момент. Все, не только эти пленные, а и другие, которых брали до этого, утверждают, что когда их отправляют в атаку на украинские позиции, им говорят, ребята, если вы отступите, вас расстреляют. Если вас берут в плен, вы должны себя уничтожить, потому что после обмена, если вы вернетесь в Россию, вас тоже расстреляют. Поэтому это единственная мотивация, которая заставляет вот этих вот, ну, как мы говорим, зэков, извините за сленг, этих людей идти вперед, потому что большая часть этих людей — это люди, которых через частную военную компанию «Вагнера» набирают в российских зонах. Вот один из пленных нам сказал следующее, что в его исправительном учреждении, на его зоне, было примерно 800 человек, так вот, из 800 человек 400 взяли вот в частную военную компанию «Вагнера». И эти люди действительно пачками, просто десятками и сотнями ложатся в украинскую землю для того, чтобы ее удобрить. Они это понимают, когда идут в атаку? То есть они понимают, что они пушечное мясо? Да, конечно, они понимают. Но вы понимаете, когда им предлагают пойти «служить» в группу «Вагнера», им предлагают зарплату от 100 до 200 тысяч рублей в месяц, ну, посчитайте, сколько это в долларах, и через 6 месяцев обещают освобождение и так далее. Многие люди, которые, ну, скажем там, не по первой ходке находятся в тюрьме, которым сроки там по 10, 12, 20 лет, многие люди считают, что это определенный шанс выйти на свободу при деньгах. И они, ну, как говорится, играют в такую вот деньгах со своей жизнью. Они приходят в эту группу «Вагнера», и все оказывается совершенно не так. Им уже на месте. Они не проходят какую-то там особенную подготовку, их учат стрелять. И перед тем, как они идут в свою первую атаку, им объясняют вот эти условия, что, ребята, у вас есть только путь в один конец. Вот туда, в украинские окопы, там идите, цепляйтесь за них и так далее. Повернетесь назад, мы вас расстреляем. Вот, и люди идут. Самое главное, понимаете, вот что меня очень удивляет, ну, удивляет, наверное, это не то слово, я, честно говоря, шокирован от того, что в России вот этот ресурс заключенных, зэков, как они себя называют, он практически бесконечный. Я не знаю, сколько это, сотен тысяч людей, которых они могут вот так выдернуть и отправить. Андрей, а можно вопрос? В пабликах есть информация, что зэки сейчас неохотно идут. Вот ваши, те люди, которых с вами разговаривали, не надо говорить точно, сколько, но какой примерно срок они на линии противостояния были? Ну, почему, я могу сказать. Я могу сказать, один из них, они оба получили по 105-й статье сроки за... Это убийство? Да, не предупреждая, по-моему, убийство, да. И один из них, это у него была вторая фотка, вот, он убил сожителя своей матери, вот, ничего драматичного, особенно с точки зрения... С его точки зрения, да. Да, какой-то конфликт, да, да. Какой-то конфликт, но до этого он сел за кражу, вот, и у второго примерно такая же история. У них нет уважения к себе, понимаете? А сколько они, когда это, октябрь? Вот, и более того, им зарассказывают, что вот если они попадают в плен, то украинцы будут резать их на кусочки, там есть живьем и так далее. Вот они говорят, ну вы же... Вот мы разговариваем с ними, они говорят, ну вот вы же нас убьете потом, понимаете? Вот, вы же нас убьете потом. То есть им вбивают в головы еще и то, что украинцы убивают пленных. То есть они живут вот в этом страхе, который, по сути говоря, является большим враньем. Вы же понимаете, что Украина четко соблюдает Женевские конвенции, и этих людей отправят в специальный лагерь и потом обменяют. Если обменяют, если обменяют. Украинцы больше, чем в России. Андрей, еще можно вопрос? Обменяют. У меня вопрос. Они знают про вот эти поздравления Пригожина с Новым годом? Контракт окончен черным мешком с Новым годом. Я думаю, эти люди не знают, потому что поздравления появились. Ну какая разница? Кувалда. Поздравление появилось 31 декабря. И 31 декабря их как раз вот днем взяли в плен. Я не думаю, что они видели это. Про кувалды я думаю, они знают. Я им не задавал вопрос про кувалды. Просто у нас было достаточно ограниченное время для общения. Это было прямо вот в солидарии. Фактически на передовой их только взяли. То есть вы считаете, что их психика и уважение к личности прежде всего разрушена в факте уважения к личности, да? Ну, мне кажется, да. То есть, понимаете, это люди, которые живут вот в этой криминально-алкоголистической парадигме российской глубинки. Они не представляют себе другой жизни. Они не представляют себе других отношений. Они понимают, что тот, кто сильнее, тот и прав. Что убить человека — это очень просто. Вот просто. Ну, наверное, просто. Но человеку, который не ценит жизнь другого человека. Понимаете? И это люди, которых много. Да, вот там ты делал. В России таких миллионов. Ну, я не знаю, миллионы или нет, но сотни тысяч точно. И мне кажется, Россия сейчас вместе с пригоженным Путином, я говорю о России, об элите российской, условной элите. Они, наверное, поняли, что они не нашли какое-то технологическое ноу-хау, как можно мобилизовать огромное количество людей и не вызвать протесты в России. Понимаете? Потому что у нас, вы посмотрите, кто у нас стоит впереди. У нас стоят люди, у нас стоят режиссеры бывшие, у нас стоят актеры, у нас страну защищают музыканты. Это элита, действительно, элита, интеллектуальная и духовная элита страны. И эти люди гибнут у нас. А кто гибнет у россиян? Вот эти бывшие зэки или теперешние зэки, которых Россия отправляет сюда. Мне кажется, именно поэтому их отправляют сюда для того, чтобы завалить нас, во-первых, телами этих людей, этого пушечного мяса. А с другой стороны, для того, чтобы в России не возникли какие-то протесты. Понимаете? На ваш взгляд, когда на фронт в России начнут отправлять российскую интеллектуальную элиту, возможно, там таковая еще осталась, вот тогда начнутся протесты, вот тогда люди возмутятся. Ну, а Путин же это тоже понимает. Андрей, на ваш взгляд, то, что Запад не совсем информирован о вот этом невероятном бесчеловечном социальном эксперименте со стороны России, когда, ну вот, арестантов кидают на смерть, причем кидают абсолютно без суда и следствия, без человечных условий, без оружия фактически. Вот если Запад узнает широко об этом социальном эксперименте россиян, как думаете, реакция будет быстрее, дадут атакамсы или какой-то, хотя бы суд в Гаге? Ну, вы знаете, ну, я не знаю, как Запад это реагирует, а вот вы как реагируете, вот мне интересно, вот вы как реагируете на это? Я знаю российскую глубинку, для меня это неудивительно, и мое какое-то, вот, ну, некоторые обвиняют меня в том, что я русофоб, скрытый, а может, и открытый. Я прекрасно понимаю, что это за люди, но вот создавать, продолжать этот гулаговский социальный эксперимент, это то же самое, что голодоморы, это то же самое, что сталинские преступления. Фактически это нацизм, это даже не фашизм уже. Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, как отреагирует Запад, я думаю, Запад об этом знает прекрасно. Я хочу сказать о другом. Вы знаете, ведь Путин не зря постоянно дает Пригожину эпатировать Запад демонстративными убийствами вакнеровцев, отказников, которые попадают в плен, посыланием молота, которым разбивают головы людям, посыланием молота дипломатам, вот этими эпатажными поздравлениями трупов с Новым Годом. Это делается не случайно. Поймите такую штуку. Путин очень боится не переворотов внутри России, он очень боится, что Запад его точечно уничтожит. Вот точечно, потому что у Запада есть возможность это сделать, я в этом уверен. И для того, чтобы этого не произошло, он показывает Западу монстров, типа Путина, типа Пригожина или Кадырова, и говорит, ребята, вы меня хотите уничтожить, так вот вместо меня вы получите еще худшего монстра. И вот он, этот монстр. Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров. Вы хотите их во главе России? Людей, которые, не задумываясь, надавят на красную ядерную кнопку. И я думаю, в каком-то смысле это работает. И я думаю, в каком-то смысле Запад на такой информационный шантаж реагирует так, как нужно Путину. Мне так кажется. Но он это и организовал. То есть он ответственный за вот этот социальный феномен, социальный эксперимент бесчеловечности. Вы знаете, вот представьте себе, стоимость компании Вагнера, оборот, это сотни миллионов долларов в месяц. Это то, во что обходится война с зэками России. Сотни миллионов долларов в месяц. И вы думаете, эти деньги Пригожин берет из воздуха? То есть это тот же самый российский бюджет. Это те же самые российские государственные корпорации, нефтяные, газовые. Да это налоги россиян, москвичей, питерцев, которые молчат. Это деньги россиян, которые идут на украинскую войну и на оплату деятельности Пригожин. Андрей, спасибо вам за вот такое интервью. Я поздравляю все равно с Новым годом. Я очень желаю, чтобы перемога и победа Украины была в ближайшее время. Я хочу пожелать нам победы, потому что наша победа, это и ваша победа, это победа всего цивилизованного мира. Это победа света над тьмой. Андрей Цыпленко, украинский журналист, военный обозреватель, блогер и писатель. Был в эфире Лучшего радио. Спасибо вам, Андрей. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин